Приветствую, дорогой зритель! Раньше считалось, что книга это лучший подарок, но в связи с развитием технологий бумажные носители стали терять свою популярность среди книголюбов. Некоторые выбрали электронный вариант книг, так как их удобно брать с собой в любую поездку, и они не требуют много места. Огромное количество людей любят читать книги, но покупать бумажный носитель невыгодно, так как электронные копии стоят гораздо дешевле. Да и люди, которые отправляются в отпуск, часто встают перед выбором. Что лучше с собой взять чемодан? Свои любимые книги или все-таки вещи, которые в любом случае понадобятся в поездке? И в этом ролике мы расскажем вам про три лучшие электронные книги 2019 года. И несмотря на то, что эта модель выпущена еще в 2018 году, она остается одной из лучших и в 2019. Самое большое отличие Pro-версии от базовой – это отличное разрешение, и эта разница видна невооруженным взглядом. Pepe White имеет безбриковый экран, поэтому можно читать любимую книгу даже при ярких лучах солнца. Также у этой модели четыре встроенных светодиоды. Они равномерно освещают страницу и при этом не доставляют неудобства глазам, чего не скажешь о большинстве экранов смартфонов и планшетов. Вам не придется перенапрягать глаза при длительном чтении, а если среда освещения меняется, то можно вручную отрегулировать яркость экрана и выбрать один из 24 уровней. Также хочется отметить, что если использовать модель 30 минут в день с выключенным беспроводным соединением, то батарея продержится целых 6 недель, и это на 2 недели больше, чем в базовой версии. В Pepe White есть очень удобная функция – это возможность отправки книг через почту, сделав несколько небольших шагов. Для этого нужно зарегистрировать аккаунт на Amazon, чтобы получить почту viddekindle.com, и затем отправить на эту почту нужную электронную книгу. Читалка скачает ее по Wi-Fi. Что ж, давайте пробежимся по преимуществам. Во-первых, это водонепроницаемость по стандарту IPX8. Во-вторых, в комплекте идут беспроводные наушники. И в-третьих, в устройство можно добавлять другие сторонние шрифты, что очень удобно. Ну и один из главных плюсов – это быстрая работа, которая возможна благодаря хорошему встроенному процессору. Но у этой модели есть один существенный минус – отсутствие горячих клавиш для отключения подсветки и Wi-Fi, в связи с чем приходится постоянно лезть в настройки, что как бы не очень удобно. Следом у нас идет достаточно хорошая и недорогая модель по сравнению с другими дорогостоящими вариантами. Однако, здесь нет подсветки экрана как таковой, а разрешение совсем уж небольшое для читалки. Но почему же она находится в топе лучших электронных книг? Во-первых, мы всегда учитываем несколько ценовых категорий. А во-вторых, именно как электронная книга, DIGMA справляется со своими задачами на ура. Ведь, скорее всего, вы купите подобное устройство не для того, чтобы поиграть на нем в игры или посмотреть фильмы, а для того, чтобы просто читать книги. У этой модели есть все необходимые характеристики, чтобы качественно реализовать свою основную функцию. Встроенной памяти здесь всего на 4 ГБ, но зато ее можно расширять с помощью карт памяти. Имеется поддержка 9 текстовых форматов и 9 графических, в том числе FB2, PDF, TXT, DOC и PALM DOC. К основным преимуществам стоит отнести довольно быструю работу, практически на уровне дорогих собратьев. Удобную настройку шрифтов на любой вкус. Приличную диагональ, которая вполне достаточна для чтения целой страницы. Немаркий пластик, а также удобно расположенные кнопки с обеих сторон для перелистывания. Главным недостатком можно считать отсутствие Wi-Fi соединения. Поэтому скачивать книги придется напрямую, то есть потребуется дополнительное время на перенос данных. Ну и отсутствие подсветки огорчает. Если бы она была, то DIGMA можно было бы считать лучшей читалкой в соотношении цена-качество. Вне всякого сомнения, эта модель лучше в 2019 году. У нее невероятно огромный для электронной книги экран. Имеется равномерная многоуровневая подсветка. Также дисплей обладает функцией автоматического поворота. К устройству можно даже подключать наушники, причем беспроводные, для прослушивания аудиокассет, аудиокниг или даже музыки. Подобными характеристиками могут похвастаться и некоторые другие, более известные модели. Но будем честны, они стоят в разы дороже и порой даже совсем неадекватных денег. Из плюсов стоит отметить достаточно емкий аккумулятор на 1900 мА, 14 поддерживаемых текстовых форматов, целых 16 гигабайт встроенной памяти и водонепрорицаемый стандарт IPX8. Поэтому можете спокойно читать «Войной мир» в ванной и не беспокоиться о каплях жидкости. А минусов у этой модели попросту нет. За такие деньги вы получите максимальный функционал и качество работы. Что ж, мы рассказали вам о трех лучших электронных книгах в 2019 году. Естественно, цена – это не единственный параметр, от которого стоит отталкиваться. При выборе хорошей электронной книги для чтения необходимо также обращать внимание на подсветку, так как в дешевых моделях ее вообще может не быть, что как бы не очень сказывается на глазах. Также размер экрана имеет значительную роль, ведь необходимо выбрать оптимальный вариант для ваших глаз. Самое главное – учитывайте количество поддерживаемых форматов, так как не все электронные книги являются всеядными. Также необходимо обращать внимание на такие характеристики, как нужный вид беспроводного соединения и емкость внутреннего хранилища, так как чем больше емкость, тем больше книг разного размера вы можете хранить у себя на устройстве. А на этом у нас все. Спасибо вам за просмотр.